Здравствуйте! Мы продолжаем собирать библиотеку ОТР, потому что мы любим книги и их почитаем. А о том, что почитать, буду рассказывать вам я, Егор Серов. Хорошие книги мы оставим в нашей библиотеке, а книги, которые нам не понравятся, мы в неё не возьмём. Начать я хочу вот с этой книги, с этого автора, Ефим Бершин. Как бы о нём так сказать, чтобы никого не обидеть? Он один из лучших поэтов современности. Вот ни много, ни мало. Он пишет настоящие стихи, в которых есть не только какие-то неожиданные образы, красивые сравнения, или правильные рифмы. Но есть ещё поэтическая мысль. Так бы я её назвал. А что такое поэтическая мысль? Пример такой приведу, он почти классический. Жди, когда наводят грусть, жёлтые дожди. А что такое жёлтые дожди? Ведь никаких жёлтых дождей не бывает. Но ведь это не важно, бывают такие дожди или нет. Мы сразу представляем себе осень, распутицу, слякоть. А ведь про это в стихах не было ни слова. Вот, например, книга стихов Ефима Бершина «Поводырь дождя». И его новая книга, она буквально ещё тёплая, только что издана, «Человек параллельной эпохи». Стихи очень хорошие. Почитаем. На рассвете последнего дня у ограды нескучного сада Воскресите при жизни меня после смерти. Не надо. Воскресите при жизни меня, когда утро сверкнёт перламутром. Я воскресну, как вспышка огня. Воскресает меж кремнем и трутом. Чтобы слушать, как дышат лоза, подступая к обветренным скалам. Чтоб рассветное солнце в глаза разливать, как вино, по бокалам. Воскресите заброшенный град. Тот, где тени блуждают по теням. Где усталый ночной виноград. Осторожно крадётся по стенам. Тот, где мать, не заснув до утра, Бросив в жизнь свою под ноги сыну, Выходила на берег днестра, Заменившего сыну пустыню. Как забытую старину Воскресает дотошный историк. Воскресите при жизни страну. После смерти не стоит. Это стихи о Приднестровье. Дело в том, что Ефим Бершин родился в Тирасполе. Окончил московский журфак МГУ. И в 1992 году в качестве военного корреспондента литературной газеты Он оказался в родном городе. В Тирасполе. То есть он оказался в эпицентре войны. Ему был тогда 41 год. Сложившийся мужчина. Но события в Приднестровье, этого взрослого, настоящего человека, словно парализовали. Только через 10 лет, в 2002 году, выйдет первое издание вот этой его книги «Дикое поле». Она обдаст, словно волной, тех, кто ее прочитает. Следующее издание выйдет в 2014 году. И это будет только печать по требованию. Еще пройдет 12 лет, настанет 2024. Бершин внесет в эту книгу некоторое добавление. И вот она. «Дикое поле». Почитаем. Когда прошла информация, что 23 июня с инспекторской проверкой в 14-ю армию прибыл какой-то полковник Гусев, никто на это не обратил внимания. Подумаешь, еще один полковник. Сколько их уже было? Но этот полковник оказался каким-то настырным. На другой же день, без всякого предупреждения, он нагрянул в Бендеры, где с немногочисленной охраной, состоявшей из привезенных им с собой то ли десантников, то ли спецназовцев, обследовал все позиции. После этого, не заезжая в Тирасполь, махнул в Добоссары. Внимательно смотрел и слушал. Был молчалив. Только смотрел на всех страшными глазами. Насколько я понимаю, еще несколько дней у полковника Гусева ушло на то, чтобы проанализировать данные военной разведки, изучить молдавскую прессу, программу руководящего Молдавией Народного фронта и общую ситуацию на обеих берегах Днестра. А уже 28-го, отбросив конспирацию и ни о чем не говорящий псевдоним, он обернулся новым командармом 14-й армии, генерал-майором Александром Лебедем. Это очень хорошие книги, и мы их, конечно, обязательно берем в нашу библиотеку. Еще одна книга, с которой хотел вас познакомить. Автора, конечно, все знают, и многие, может быть, даже эту книгу читали. А известен он по таким произведениям, как «Очарованный странник», «Леди Магбет Муценского уезда», «Левша». Но сам Лесков своей самой зрелой работой называл именно этот роман «Захудалый рот». Он написан в 1874 году. Как и многие произведения Лескова, роман этот очень жесткой цензуре подвергся. Почему? Потому что на примере одной семьи автор рассказывает об упадке государственности. Куда-то медленно пропадает вера, добро. Люди думают только о собственной наживе, только о себе. А главная героиня о чем говорит? Она говорит о воспитании детей, о чести, о судьбе государства. Написана книга, подчеркну это, 150 лет назад. Читаешь и удивляешься, насколько она современна. И мы почитаем. Он был враг всякого угнетения и друг демократии. Но вместе с тем и друг изгнанного дворянства, реставрации которого тоже сильно сочувствовал, потому что любил благородство идей и ненавидел зазнающихся выскочек. Возвратясь домой, он потерялся. Чему сочувствовать? И за кого заступаться? Здесь он нескоро мог сообразить, кто кого угнетеннее и имеет более прав на его защиту. Он то порывался разбить тюрьмы или побить неправедных судей, то лютовал, слыша стоны возле господских контор, и, наконец, растерявшись, первым делом положил отпустить на волю собственных крестьян. Сказано и сделано. У него было ничтожное именишко, доставшееся ему от матери бедной дворянки, обреченной в монастырь и неожиданно вышедшей замуж за его отца. Эта именица, да унаследованная от матери уменье писать уставами и рисовать золотом и киноварью, составили все наследие Дон Кихота. Крестьянам своим он объявил, что они свободны и могут идти, куда хотят. Но крестьяне от него не пошли. Эта Рогожина крайне удивила, но когда девять мужиков, составлявших всю его крепостную силу, собравшись к его соломенным хоромам на курьих ножках, растолковали ему, что они на свободе боятся исправника и всякого другого начальства, то Даримедонт Васильевич, долго шевеля в молчании губами и длинным рыжим усом, наконец махнул рукой и сказал, ну так и живите, как знаете, только на меня не работать. Мужики на это согласились, условия для них были довольно удобные и легкие. Николай Лесков, очень хорошая книга «Захудалый рот», и мы ее, конечно, оставляем в нашей библиотеке. Не могу не рассказать вам вот об этой книге. Строго говоря, я не знаю даже, книга ли это. Покровители, небесные покровители земли русской. Тексты Надежды Проказиной. Здесь около 60 произведений. Иконы, эмали, столовое серебро. Вот на какой бы странице случайно ты ее не раскрыл, посмотрите, как она издана. Какие иллюстрации. Просто чудо. Экран не передаст эти ощущения. Гладко мелованная бумага. Восхитительно просто, как она сделана. Но здесь еще очень интересные тексты. Ну вот, например, о Георгии Победоносце. Ведь великомученик Святой Георгий – это один из самых почитаемых христианских святых, претерпевший многочисленные жестокие мучения за Христа и одержавший духовную победу над мучителями, за что был прозван Победоносцем. Позднее этот эпитет был переосмыслен и воспринимался преимущественно в связи с победой Георгия над змием. И здесь приведены иконы Георгия Победоносца. В том числе замечательная совершенно картина Михаила Нестерова, нашего прославленного художника. Вот она. Это уникальное издание. Я бы еще раз повторю, это скорее не книга, а альбом, который мы обязательно берем в нашу библиотеку. Что в жизни может быть лучше сказок? Мы же их с детства помним. И вот какому-то очень умному и хорошему человеку пришла идея издать вот эту книгу. «Сказки о русском солдате». Здесь их 32. «Приключения русского солдата» из редких сборников русских сказок 19-го начала 20-го века. Издание это очень красивое, оформлено, оно просто великолепно. А сказки в ней есть и такие, о которых я и не слышал никогда. Например, «Служба выше всего». Что это за сказка? «Солдат и колдун». «Путешествия солдата» и многие-многие другие. А помимо сказок в книге есть много другой полезной и интересной информации. Из этой книжки я ответил на вопрос, который меня мучил еще со школьной скамьи. Помните это знаменитое стояние на Угре, когда татаро-монгольская армия Орда подошла к Угре, с этой стороны русская армия. Постояли, постояли, татаро-монголы развернулись и ушли. Каких только домыслов по этому поводу я не читал. А в этой книге я нашел ответ на этот вопрос. Русское огнестрельное оружие распространилось на Руси в конце 15 века, в царствовании Ивана Третьего. На картинке из старинной рукописи, изображающей стояние на Угре против татарской Орды, можно увидеть воина с пищалью в руке. Ручная пищаль – это первое длинноствольное ружье. Длина его ствола доходила до одного метра. Пули были круглые, диаметром 20-30 миллиметров. Ну вот и ответ. Татары же, конечно, увидели, что русские вооружены каким-то новым чудо-оружием. И наверняка увидели его в действии. Ну а какие тут пики, мечи, сабли, копья. Очень хорошая книга. И вроде бы это и сказки о русском солдате, но, с другой стороны, очень полезное чтение. И мы, конечно, оставляем ее в нашей библиотеке. А я на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Читайте и будьте счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!